Приветствую всех, друзья! В этом видео я расскажу о наиболее известных танкарно-винторезных станках времён СССР. Итак, ТВ-16. Выпускался с 50-х годов прошлого века. Имеет габариты 115 на 60 на 120 сантиметров и весит 180 килограмм. Допустимый диаметр заготовки до 160 миллиметров над станиной и не более 90 миллиметров над суппортом. Максимальная длина заготовки ограничена 250 миллиметров. Оснащался двигателем 0,4-0,5 киловатт, который давал скорость вращения 1400 оборотов в минуту. В 50-х-60-х годах выпускался также и один из первых школьных токарников ТВ-Ш-2 или ТВ-2. Допустимый диаметр заготовки над станиной 200 миллиметров и над суппортом 100 миллиметров. Наибольшая длина заготовки или РМЦ 350 миллиметров. Двигатель имел мощность 0,5 киловатт и скорость 900 оборотов в минуту. На смену станку ТВ-Ш-2 в 60-х годах появляется ТВ-Ш-3. Имел габариты 1440 на 470 на 1020. Весил 280 килограмм. Высота центров 100 миллиметров и РМЦ 350 миллиметров. Мощность двигателя 0,6 киловатт и скорость 1440 оборотов в минуту. Коробка передач на 6 ступеней и коробка подач на 3 ступени. После, в 70-х годах, появляется не менее известный, но более совершенный станок ТВ-4. С габаритами 1100 на 470 на 1020 и весом 280 килограмм. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 200 миллиметров и над суппортом 90 миллиметров. Наибольшая длина РМЦ 350 миллиметров. Оснащался двумя разновидностями двигателей на 0,6 киловатт или 1 киловатт. И достигал число оборотов до 1500. 6-ти скоростная коробка передач и 5-ти ступенчатая коробка подач. В 80-х годах налаживается выпуск еще одного учебного станка ТВ-6. Габариты станка составляли 1100 на 470 на 110. Весил станок 300 килограмм. Можно было обрабатывать заготовки до 200 миллиметров в диаметре над станиной и 80 миллиметров над суппортом. РМЦ также 350 миллиметров. Двигатель уже мощнее 1,1 киловатт. И максимальное количество оборотов 1400. В отличие от предыдущих станков, которые оснащались патронами на 100 миллиметров, здесь патрон на 125 миллиметров. В эти же годы появляется обновленная версия ТВ-6, ТВ-7 и ТВ-7М позднее. Отличительной особенностью которой является модернизированная коробка передач. Однако, отличия на этом не заканчиваются. Габариты станка 1050 на 535 на 1200. Станок стал тяжелее и весил уже 400 килограмм. Диаметр обрабатываемой заготовки 220 миллиметров и над суппортом 100 миллиметров. РМЦ уменьшился и составлял 330 миллиметров. Двигатель на 1,1 киловатт, но максимальное число оборотов составляло 920. Количество ступеней вращения шпинделя 8, число подач 6. Модернизированная версия станка ТВ-7М отличалась уменьшенным РМЦ 275 миллиметров и, соответственно, весом в 220 килограмм. Более молодые версии станка ТВ, ТВ-9 и ТВ-11 отличаются габаритами и размерами составных частей. Они снабжались современной электроникой. Например, ТВ-11 имел уже числовое программное управление. Но это уже не СССР. 16Т, которые производились в городе Кировакан, Армения. Станки предназначались для выполнения точных токарных работ. Первым станком данной серии стал 16Т-01А и 16Т-01П. Последняя буква в названии станка означает класс точности, где А – это особая высокая точность, П – это повышенная точность. Данная классификация сохраняется и на последующих моделях. Особая высокая точность достигается за счет использования в корпусе бабки подшипников скольжения. На серии П шпиндель установлен, на подшипниках – качение. Станки 16Т-01 и 16Т-02 конструктивно имели мало различий. Однако, все же они были. Например, станок 16Т-01 имел меньшие габариты, но весили они почти одинаково – около 30 кг. Отличия касались также и мощности двигателя. У первой серии она составляла 0,12 кВт, у второй – 0,25 кВт. Скорость – 1400 оборотов в минуту. Станки 16Т-02 оснащались также двумя кнопками управления, то бишь пуск и стоп. К сожалению, я не нашел иллюстрации станка 16Т-01. В 80-х годах на том же заводе появляются станки 16Т-03 АИП и 16Т-04 АИП соответственно. Конечно, данные станки были совершеннее, оснащались массивной непропорциональной тумбой, где пряталась вся электроника. Из-за этого, кстати, масса станков была у 16Т-03 – 690 кг, а у 16Т-04 – 710 кг. Из особенностей – беступенчатая регулировка частот вращения шпинделя от 118 до 4000 оборотов в минуту. Также имелось торможение шпинделя. РМЦ 250 У16Т-03 и 350 У16Т-04. В 1963 году в городе Одесса на опытном механическом заводе начинает выпускаться станок 16-01. Несмотря на его маленькие размеры, он оснащался достаточно интересной гитарой с возможностью перебора оборотов шпинделя при помощи ременной передачи – своего рода вариатор. Вес станка без тумбы достигал 50 кг, с тумбой – 210 кг. Оснащался двигателем 0,6 кВт, РМЦ 185 мм. Также в Одессе в 70-е годы появляется станок, визуально весьма похожий на легендарный ТВ-16 – ТВ-1602. При всей его наружной схожести он обладал крайне интересными отличиями. Например, направляющие станины были конусными, как на большинство станках. Шпиндель крутился на подшипниках скольжения и качения, что придавало станку большую точность при обработке. Тем временем, в городе Заречный, Пензенской области, начинается выпуск еще одного схожего на ТВ-16 станок – ТС-1. Похожими были даже направляющие станины, то бишь плоские. Отличался только меньшими габаритами и механизмом зажима цанги с выведенной ручкой на переднюю стенку шпиндельной бабки. Масса станка составляла 135 кг. Двигатель был слабее – 0,25 кВт. В 70-х годах в городе Чистополь, Татарстан, начинается выпускаться токарно-фрезерный станок ЦКБ-R-105 с плоскими направляющими и фрезерным приспособлением. Станок был достаточно простым конструктивно и не было возможности точения резьб. Суппорт без малой продольной подачи и резцедержатель на один резец. Однако станина была весьма массивной. Позже. В городе Первомайск в 80-х годах на заводе 25 октября налаживается выпуск токарного станка ТНШ. Очень простой к конструкции и весьма похож на станок 1Д-601. Однако форма задней бабки и резцедержатель его выдают в станков Универсал-1, разработанный Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков в 60-е годы. Универсальность данного станка состоит в возможности крепления передней бабки станка в вертикальной положении при помощи специальной стойки, которая крепилась к станению вместо шпиндельной бабки. Таким образом достигалась возможность проведения фрезерных, шлифовальных, а благодаря рукоятке для перемещения дильзы в отверстии шпиндельной бабки и сверлильных работ. Также для этих целей вместо резцедержателя крепились тиски. Кроме этого, для обработки более мягких материалов в комплекте были лобзиковые приспособления, распиловочные, заточные. Направляющие данного станка состояли из двух круглых шлифованных прутков и закрепленных станений. Посередине находился винт продольной подачи. Из-за малых размеров, а именно 480х318х216, рукоятка продольной подачи была выведена на правый бок. Станок весил 14 кг, был оснащен двигателем на 120 Вт, РМЦ 150 и наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 100 мм над станины и 50 мм над суппортом. Через несколько лет, а именно в 1968 году, Московский станкостроительный завод «Станкоконструкция», а также Владимирский завод прецензионного оборудования, начинает производство более усовершенственного станка «Универсал-2». На первый взгляд можно заметить чуть большие габариты, 665х352х227, а также появление на передней поверхности шпиндельной бабки шкалы с градусами, что даёт возможность наклонения на определённый угол вертикальной головки в фрезерном исполнении. Также весьма важные изменения в конструкции – это появление гитары и возможность нарезания метрических резьб шагом от 1,25 до 2 мм, РМЦ 180, максимальный диаметр заготовки 125 мм и 60 над суппортом. При всём этом станок, конечно же, стал тяжелее и весил 38 кг, двигатель на 250 Вт. Все остальные возможности остались те же, как и у младшего собрата. Во второй половине 80-х годов на тех же заводах появляется станок «Универсал-3» или «Т-Ш-3». Отличался от младших версий как внешне, так и конструктивно. Например, направляющая была уже одна, но массивная и тоже круглая. Появляется рычаг изменения направления вращения шпинделя. Однако при этом станок потерял возможность отсоединения передней бабки и вращения её вокруг своей оси. Фрезерные работы проводились при помощи специальных фрезерным приспособлением, которое крепилось к суппорту вместо резцедержателя, а на ней уже крепились тиски. Более сложная гитара давала возможность нарезания резьбы с шагом до 2,5 мм. Увеличились и размеры 675 на 410 на 280. Станок стал тяжелее и весил 60 кг. И двигатель на 370 Вт. РМЦ 250 мм. Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 150 мм. И над суппортом 90 мм. В эти же годы появляется и модернизированная версия Universal 3M, в которой было инсталлировано устройство, обеспечивающее изменение направления перемещения суппорта без изменения направления вращения шпинделя и его остановки. В данной версии двигатель был мощностью 550 Вт, и на 2 кг станок стал тяжелее. Мичуринский завод Progress начинает выпуск в эти же годы практически клона ТШ-3 ТН-1. Внешне очень тяжело отличить от Universal 3 модели, однако отличия все же есть. Например, механизм крепления резцедержки, который является поворотным и дает возможность точения конусов. Есть отличия и в гитаре. Но самое главное, станок сравнительно больше и имеет габариты 825 на 410 на 300 и весит 85 кг. РМЦ 350 мм. У данного станка есть модернизированная версия, собственно, ТН-1М, у которой из визуальных отличий это появление малой продольной подачи. Через несколько лет на Рязанском станкостроительном заводе разрабатывается и выпускается станок ТНП-111. Данный многофункциональный настольный токарно-винторезный станок обладал возможностями как металлообработки, так и широкими возможностями деревообработки, о чем свидетельствует фуговальный вал, находящийся под верхней крышкой передней бабки. Также в комплекте шли различные оснастки для металло- и деревообработки. Как и у первого и у второго универсала, суппорт двигался по двум круглым направляющим. При габаритах в 860х485х300 станок весил 90 кг, двигатель на 750 Вт. Одним из самых оригинальных, на мой взгляд, является универсальный настольный токарно-фрезерный станок УНС-1 Комсомолец, произведенный в 80-х годах. Очень редкий станок и мало информации. На данном станке регулировалось всё, начиная от передней бабки и заканчивая задней. Перед собой вы видите мини-токарный станок с ручным приводом и тесочным креплением к столу. К сожалению, я не нашёл никакой информации о нём, но выглядит весьма интересно. Также, неизвестного происхождения и этот малютка. Но несмотря на его размеры и явно старый год выпуска, он весьма продуманный. Продольное движение суппорта осуществляется за счёт зубчатой рейки, которая является и собственно станиной. Есть реверс и автоматическая подача через трапезоидальный винт. Следовательно, есть возможность нарезания резьб. Также в Советском Союзе, а именно в городе Харьков, выпускался и станок АТМ-2, который также креплялся к столу при помощи встроенных тисков. Заготовка креплялась при помощи цангового патрона. Позже на том же заводе появляется и станок АТМ-3, который конструктивно мало отличался от его младшего собрата. Однако он уже комплектовался и суппортом с резцедержателем. Из визуальных отличий можно заметить только различную ножку. С-95, детище Московского авиационного техникума. Имел более обширную область применения, так как оснащался токарным патроном, помимо цангового. Также суппорт имел и малую продольную подачу. Собственно, другой-то и не было. Однако продавался с очень большой комплектацией, в том числе и фрезерной головкой. Затем появляется станок с похожими характеристиками С-28. Отличался от предыдущего более массивной станиной с литыми ножками из чугуна. Также в комплекте была и фрезерная головка, и многое другое. Станок Т-28 мало отличался от С-28, но визуально можно заметить прямые литые ножки и открывающаяся защита шкива ременной передачи. В 50-е годы в городе Пенза выпускался станок С-1, имеющий сходный вид с предыдущими станками. Однако, если присмотреться, то есть и отличительные особенности, как, например, шкив. С 49-го года выпускался также станок, ставший достаточно популярным и по сей день Т-65. В 60-е годы в Советском Союзе выпускался также очень интересный часовой токарный станок Б-56. Очень маленькая станина, но большой функционал. Также в 60-е годы в городе Кировакан выпускался станок 16-00 и 16-00В. имел ряд отличий. Очень много точных измерительных линеек. Шкив привода шпинделя находился за передней бабкой, а не внутри, как у предыдущих. В эти же годы появляется и станок 1D-600 и 1D-601, отличающийся от предыдущих только внешне. На этом все. Спасибо за внимание.